Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина и как вы поняли из названия видео, сегодня я буду делиться с вами своей маленькой историей жизни волос и расскажу о своем обновленном уходе. Первое, с чего хочу начать, я отношусь к тому типу девушек, которые на протяжении всей своей жизни ходят с длинными волосами, сколько я себя помню. И, наверное, у многих девочек такое бывало. В детстве, когда наша мама хотела подравнять кончики, она равнялась таким усердием, что могла обрезать длину, что, собственно говоря, со мной и произошло в свое время. В четвертом классе мне мама, подравнивая кончики, когда у меня волосы были по пояс, она мне их подравняла до лопаток. Это было первое мое лишение длины. А второе, это когда я уже в сознательном возрасте, точнее, совершеннолетней девушкой мне было. Это был 2009 год, когда я пошла в салон красоты в нашем городе. Тогда это был очень дорогой салон красоты, там был очень хороший мастер. И я пришла с просьбой о том, чтобы мне просто подравняли кончики. Но, к сожалению, мастер был очень сильно креативный. И, видимо, он захотел добавить небольшую лепту в мою жизнь. Тем, что он, видимо, видел мой образ как-то по-другому. И, в общем, он мне испортил длину. Он сделал мне филировку по всей длине волос. И у меня на тот момент волосы были опять же по пояс. И он мне их обрезал по лопатке. Могу сказать, девочки, так, что я очень пролила много слез. И мне было очень обидно. После того момента, когда он так поступил с моими волосами, у меня и началась активная жизнь по уходу за своими волосами. С того момента, когда мне испортили длину, у меня начали активно сечься волосы. У меня никогда не тогда этого не стеклись. Они у меня ломались, они у меня пересыхали. Что только у меня с ними не было. У меня после каждой помывки головы, я видела помимо много волос на расческе в ванной комнате, я также много плакала над этим. И могу сказать то, что я, наверное, попробовала множество рецептов, которые мне когда-либо предлагали. И даже у меня было на веку, когда я пользовалась луковой маской, когда все кричали, если намазать волосы луком, то у вас там прям рост как у коня грива пойдёт. Могу сказать, девчонки, так, что всё это, наверное, бабушкины сказки. И на мне это никак не сработало. И постепенно, постепенно, каждый месяц, каждое, так скажем, прошествие времени, я потихонечку, потихонечку научилась, наверное, пользоваться теми средствами, которые продаются в аптеке, те средства, которые продаются в магазине, не просто ими пользоваться, а правильно пользоваться и рационально использовать их. Сейчас начну с того, что, наверное, первое правило в уходе за волосами, если вы хотите отрастить длинные волосы, вы должны первое, что сделать, это выбрать правильную расческу. И эта расческа должна быть у вас, если это будет пластиковая, она должна быть из хорошего пластика, проверяйте зубчики для того, чтобы просто не было никаких механических повреждений волос, потому что если не очень качественная расческа, вы просто будете, собственно, ручно расслаивать свои волосики. Начну с того, что первая моя расческа, которую я пользуюсь в ванной при каждом мытье своих волос, это вот такая вот расческа. Вы меня спросите, зачем мне, когда я мою волосы, расческа? После того, когда я промываю волосы шампунем и нанося бальзам, либо маску для волос, я всегда ее распределяю вот таким вот гребнем. Он у меня висит в ванной комнате. Для чего я это делаю? Когда мы моем волосы, лично я, мы берем бальзам, либо маску, наносим его на волосы, если маска уже, это, естественно, практически, ну, отступая 3 см от кожи головы, мы наносим маску. Для того, чтобы мы эту маску распределили правильно, нужна расческа. Ну, по моему мнению, я беру, просто наношу бальзам или маску и просто их, собственно говоря, прочесываю, тем самым позволяю, чтобы абсолютно каждый волос напитался маской, либо бальзамом. Естественно, выжидаю время, которое написано на упаковке. Никогда стараюсь не передерживать маску, потому что, ну, я не думаю то, что если на маске написано продержать ее 10 минут, если я продержу ее полчаса, какой-то будет супер-мега-видимый эффект. Ну, мне так кажется. Вот, эта расческа просто спутница при каждом моем мытье головы. Как вы, наверное, уже догадались по форме, я ее купила в магазине Fixed Price. И на мое удивление, это хороший пластик, абсолютно зубчики хорошо сделаны, они закругленные, и нет никаких либо торчащихся пластиковых, каких-то заусенцев, которые повредили волосы. Классная штука, которую я могу вам посоветовать, если вы хотите отращивать волосы и правильно ухаживать. Вот, мое правило, это всегда правильно наносить маску и бальзам. Вот. И следующее, что я делаю после того, когда я помыла волосы, и они у меня становятся влажными, я грешу тем, что я их расчесываю влажными. Я знаю, что это плохо, я знаю, что так делать нельзя, я понимаю, что мы так же механически их повреждаем, но с рождением ребенка актуальна с того, что мне хочется, чтобы каждая минутка времени была потрачена с пользой, после мытья головы, после того, когда они чуть-чуть подсыхают, я их тоже расчесываю, но я расчесываю их не нашумевшей расческой от Tangle Teaser. К моему большому сожалению, я ее еще ни разу не пробовала. У меня есть другая расческа, она тоже из магазина FixPrice, тоже хорошего качества, несмотря на цену. также широко расположены зубчики, и они не повреждают сами волосы, то есть, как вы видите, вот такой вот гребень. Очень хороший, мне нравится, тоже так же мы начинаем с кончиков и расчесываем. Замечательно, если какие-то волосы им суждено было выпасть, мы все знаем, что каждый день у нас выпадывают волосы, мы просто потихонечку их убираем, и при дальнейшем расчесывании, возможно, у вас никакого выпада волоса не будет. Это что касаемо после того, как у нас чуть-чуть подсохли волосы. Следующая моя расческа, которая тоже является моей любимицей, это расческа, которую я пользуюсь именно после того, когда мои волосы уже высохли. Это тоже гребень, и он сделанный из бамбука. Могу сказать то, что я такие расчески стараюсь менять, не скажу, что очень часто, но по мере возможности, потому что деревянная расческа, первый плюс то, что она убирает статическое электричество с волос, если, допустим, кончики начинают пересыхать, и они пушатся, расческа деревянная замечательно это убирает. Во-вторых, если мы расческой эту держим в ванной, у нас хотим мы этого или нет, дерево разбухает, набирает влагу, потом высыхает, тем самым деформируется, и зубчики становятся не такие хорошие, как при покупке. Эту же расческу я стараюсь держать не в ванной комнате, а на своем туалетном столике, можно так сказать, для того, чтобы просто лишний раз ее не подвергать воздействию с водой. Вот так же. И в течение дня, естественно, я расчесываюсь. Это что сказала я, хотела сказать о расческах. Следующее, что нужно взять себе за правило, это регулярность использования масок, либо стараться использовать какие-то маски для меня, как я уже говорила, я, наверное, с рождением ребенка стала немножко лентяйкой, потому что времени, к сожалению, всегда не хватает на себя. И поэтому мои спасатели, мои любимчики в уходе за волосами, это репейное масло. Я не скажу, что после репейного масла у меня как-то волосы просто мега супер растут, но хотя бы я знаю, что мои волосы, именно кончики волос, они более напитанные, и не такие, можно сказать, открытые чешуйки, то есть я максимально стараюсь питать их по всей длине. В этот раз у меня простое репейное масло и масло с перцем. Почему я беру все время, стараюсь брать какое-то масло, не только репейное, но с добавлением чего-либо? Для того, чтобы просто более питать свои волосы. Репейное масло с перцем, хоть тут и пишет то, что усиливает рост волос, на моих волосах оно работает именно, как предание блеска им. Я не за то, чтобы волосы быстро росли, я за то, чтобы они росли здоровые. Это одно из моих правил. Вот так вот. Это что касаемо масел. Следующее, я буду сейчас рассказывать о том, что я попробовала первый раз. Я попробовала фирму, профессиональную фирму, эстель, и могу сказать, на данном этапе я в принципе довольна. Это вот такая вот серия эстель Volume Shampoo, такой вот зелененький, для сухих и поврежденных волос. У него приятный запах, интересная помпа на дозатор, то есть как бы этого шампуня нужно не очень много, для того, чтобы он распенился. Он хорошо вымывает, кстати, производство, тут написано, в Made in Russia. И классно работает, классно смывает, хорошо смывает масляные маски. После него нет сухости головы, я этого на данном этапе не вижу его использования. Не скажу, что на моих волосах есть какой-то объем, но то, что он должен делать, он смывает, вычищает и не остается на волосах, он это делает. Мне в нем это нравится. Могу сказать, что в принципе, я сейчас вот его купила, и я им довольна, наверное, более подробно, свой какой-то окончательный вердикт по данному шампуню, я уже смогу рассказать в пустых баночках после полного его использования. Следующее, что я купила, это тоже фирма Estelle, Therapy Corax, крем-бальзам для сухих, ослабленных и поврежденных волос. Могу сказать то, что и вот этот вот крем-бальзам, он действительно, как крем, у него достаточно приятный запах и мне нравится то, что он буквально тает на волосах и после того, когда вы его смываете, он, во-первых, как я уже говорила, он смывается хорошо с волос и при всем при этом кончики, они более напитанные, они более ухоженные и они лучше расчесываются. Это, что я хотела рассказать о бальзаме. Следующее, что я хочу показать, то, что я приобрела от этой марки, я взяла маску на пробу. Я первый раз пробую маску этой фирмы. Тоже интенсивная маска для поврежденных волос. Ее номинал идет 500 мл. И эта маска, я могу сказать, то, что я о ней читала по-моему, очень-очень давно отзывы и было, ну, очень красочно написано и вспомнив те отзывы, я решила остановить свой выбор на ней. Она идет тоже из достаточно хорошего пластика, сделана. Такого, оно приемлемого, приемлемого, можно так сказать. И у нее крышка закручивается. И единственный минус, который я вижу при покупке данных масок, то, что она была никак не упакована, то есть, не было никакой пленки. Она продавалась, ну, вот так, собственно говоря. и следом мы ее открываем и идет просто заглушка. То есть, нет никакой пленки, чтобы быть абсолютно уверенной, что, во-первых, этот продукт не открывался, так как у любого продукта есть прописан срок годности после его вскрытия и у меня нет уверенности, ну, просто, ну, я вот такой вот человек со своими тараканами в голове, то есть, у меня нет уверенности от того, что до открытия, когда я ее открывала, открывал ли ее кто-то еще. немножечко отошли от самой масочки, собственно говоря, от ее свойств. Ну, так вот, у нее такая идет заглушка с ложечкой, можно так сказать, чтобы было удобно открывать, но ее абсолютно неудобно открывать в ванной, когда особенно влажные волосы, это вот, она очень тугая, но в этом есть и плюс, то, что эта маска, она никуда не убежит, если даже опрокинется, она не вытекет. Вытечь она просто не может, потому что она очень-очень густая, она, знаете, такая вот, как масло, и она белого цвета, и у нее такой же запах идет, как у шампуня, хотя вот этот идет у нас для поврежденных волос, как и бальзам, а пахнет она вот этим вот шампунем для придания объема. Что могу сказать об этой маске? Как вы видите, я ее уже потестила буквально два раза. Могу сказать, что это силикон на силиконе, силикон он погоняет, но этот силикон, который, ну, как бы он должен, по большому счету, он, как мы все знаем, силиконы, и как мы везде читаем, то, что они как бы вредят волосам. Могу сказать, после использования данной маски, я заметила результат того, что они холеные, знаете, они такие ухоженные, они очень хорошо выглядят визуально, к ним приятно прикасаться, они хорошо расчесываются, нет, знаете, какого-то противного утяжеления. Я вообще, в принципе, на своих длинных волосах, как такового объема, я после использования шампуней никогда не жду на своих волосах какого-то мега объема, вот эта вот маска, она и утяжеляет волосы, то есть они становятся прямыми, да, то есть как бы, если вы любите вытягивать волосы утяжком, я думаю, вот эта маска, она упростит задачу, потому что после нее волосы, у меня от природы, они прямые, и они становятся прям, вот знаете, волосинка к волосинке, прям, ну, классно по большому счету, мне это нравится, они становятся такие рассыпчатые, и после двух, можно сказать, после того, как я дважды применила эту маску, пока у меня нет каких-то неприятных ощущений после ее использования, она неплохо смывается с волос, то есть я ее после мытья волос, смывания ее, и когда волосы высыхают, я ее не чувствую на волосах. Как она себя будет проявлять дальше, естественно, мы посмотрим по ходу ее использования, но сейчас, на данный момент времени, как я уже сказала, она меня, в принципе, устраивает. И этой маске, как нам производитель говорит, то, что ее нужно всего 5 минут держать, и это классно, то, что маску не нужно держать, знаете, там полчаса, просидеть в ванной, промерзнуть для того, чтобы, знаете, маска подействовала, то есть она начинает действовать через 5 минут, то есть максимальное ее действие, мне, в принципе, это устраивает, то есть быстрая маска, которую вы нанесли, и после того, как вы высушили волосы, вы будете уверены, что у вас волосы очень даже неплохо выглядят. Так что вот так вот. Вот такой вот у меня уход получился на май месяц. Если вам было интересно, конечно, девочки, поддержите меня пальчиком вверх, пишите, какими вы пользуетесь средствами, какие вы сейчас пользуетесь, каким вы уходом пользуетесь. Может быть, вы знаете, какие-то очень хорошие маски для волос, пишите, мне будет интересно почитать, может быть, я себе поменяю уход. И по большому счету, я могу сказать так, что уход за волосами я стараюсь менять как можно чаще, потому что особенность, мне кажется, ну многих девушек и их волос, кожи, то, что наша кожа очень быстро привыкает к тем компонентам, которые мы используем. И поэтому я стараюсь, как вы уже заметили, то есть практически каждый месяц в мере использования какого-то продукта я его убираю и беру что-то новое для того, чтобы просто волосы постоянно из каких-то других серий, марок, они получали именно то, то, что им нужно. Если, конечно, они их не усугубят, как это у меня было не так давно. Так что вот так, девочки. Надеюсь, вам данное видео было интересным и полезным, информативным. Может быть, вы что-то для себя новенькое почерпнули и полезное. Мне будет очень приятно. Конечно, не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, чтобы не пропускать там, может быть, что-то интересное вы для себя найдете. Не забывайте подписываться на мой канал, мне будет тоже очень приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки. А с вами была ваша Ира. Всех люблю. Целую. До новых видео. Всем пока-пока.